Активисты Червоного Крыжа провели доброчную акцию, примиркованную до Сусьветного Дня Донора Крыжи. Гоноровый пассажир. У Гомеля сёння ушановывали 100-тысячного корыстальника мобильного додатку о плате. Несумное лето. При Мазырском дитячо-юнацком ансамбле «Полеская зорочка» працуе летний лагер. А зараза б гэты меньшим, больш подробязна. Супрацовники и волонтёры Червоного Крыжа провели доброчную акцию, примиркованную до Сусьветного Дня Донора Крыжи. На уластном прикладе активисты вырошили пропагандировать безвыплатное донорство и сегодня отправились в Гомельские областные центры трансфузиологии. С подробязностями Ганна Корольчук. Мандараж легковолненный. Всё-таки она присутствует, так и первый раз. Ну, в принципе, готовился, сказали, за сутки поменьше жирную пищу употреблять. Отношусь положительно, реакция спокойная, помогать людям – это, скажем так, наше призвание. За 8 годов волонтёрской деятельности у Червоного Крыжа Сергея Якутовичу першиню с пробой с обеоякости донора. У хлопца бодать, что самая запотребованная группа криви – перша остановоча. И сдавать ей он будет бесплатно. Таких доброходников в региональном отделении громадской организации знайшлося каля 20. Дарочи стать донорами могут люди в возрасте от 18 до 60 годов, які важат не меньше за 50 кг и з'являются целком здоровыми. При этом один человек може вырятывать житти четверых. Врачи добро ведают про необходность этой справы и часто сами становятся донорами, как, например, неанатолог Вольга Крыч, якая на протягу 9 годов сдаёт кровь и её компоненты. Важно для того, чтобы мы могли спасать жизни. Жизнь человека – это самое важное на сегодняшний день. И если ты это делаешь безвозмездно и не получаешь за это деньги, а просто стараешься помочь – это добро, это помощь. На этом должен строиться мир. Каждый человек сам решает, как он может помочь другому. Кто-то таким образом, кто-то другим. Это выбор каждого человека. Донорская кровь потребна пациентам с онкологичными захворываниями и с гемофилией, хворым с хирургичной патологией и женщинам подчас родов. У Гомельским областным центром трансфузиологии нарыхтовывают суцельную кровь, плазму и концентрат тромбоцитов. Угод отримливать каля 21 тонны крови, якую сдают каля 10 тысяч доноров. Треть з их робить, это безвыплатно. На окол процесс сдачи крови мае становчие эффекты для донора. Это обновляет организм, является профилактикой захворения иммунной системы и тренирует организм на выпадок несподзаванной кровостраты. Наша категория доноров является, как принято говорить, категорией самых здоровых лиц. Потому что для того, чтобы сдать кровь, донор предварительно проходит обследование у врачей-специалистов. Это не менее одного раза в 6 месяцев. И также дополнительно проходит у нас в учреждении после донации исследование на маркеры заболеваний, таких как гепатит ВС, ВИЧ, сифилис. Проводится дополнительно общий анализ крови, биохимические анализы. То есть, таким образом, сами доноры могут заботиться о своем здоровье, периодически проходя медицинские, скажем, осмотры. Так само протягивают сдавать плазму и жахары в области, которые перенесли COVID-19. Зараз у областного центра трансфузиологии донорами стали 17 человек, которые помогли нарахтовать больше за 40 доз антиковид-плазмы. Ганна Карачук, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». 18 червяня у «Гомеля» пройдет электронный кермаш вакансий. С 10 до 12 годин можно будет знакомиться с вакансиями, которые пропонуют кадровые службы гомельских предприятий и организаций. Это у приватности завод станочных узлов, химический завод, скурно-венерологический диспансер. Усяго пропонуется больше, чем 30 прационных мест. В этот час 19 червяня на одинной информационной плясце «Е-вакансий.БЮАЙ» пройдет кермаш вакансии организации Гомельского района. В мероприемстве примутся удел «Птушка-фабрика Рассвет», «Ксупця-пличная», «Саугаз-комбинат СОЖ». А кроме того, для жахаров Жлобинского района 19 червяня будет организовано онлайн-консультование с уделом приватного предприемства «Импульс». У Гомеля сегодня ушановывали 100-тысячного пассажира, который набыл квиток на хромадский транспорт, выкористовывающий мобильный додаток оплаты. Им стала студентка первого курса медуниверситета Майя Юркова. Юбилейный квиток на троллейбус она купила по QR-коде 7 червяня. Сегодня у девчины вельми удалый день. Ранится, и она поспехово сдала экзамен, а о полдне отримливала подарунки. «У меня в основном все деньги в электронном виде. И с первых же дней, когда ввели данную систему, я сразу скачала. И на самом деле это очень удобно, очень упрощает проезд в транспорте. Очень удивилось, когда мне позвонили. И я очень удивилась подарку. Я не рассчитывала на такое, но я очень рада. Очень спасибо большое». Сегодня девчину повеншевали представники кировництва областной дирекции «Белинвестбанка» и Комитета экономики Аблова-Канкама. Нагадаем, Гомель стал первым областным центром посля Минска, где укоронили куплю квитков на транспорт с допомогой смартфона. Зараза де работа по поширенне сервису. «Динамику, которую показывает развитие сервиса в городе Гомеле, она нас радует. То есть свыше 2,5 тысяч ежедневно пассажиров оплачивает свой проезд на троллейбусах, автобусах города посредством системы оплате. Вот 100-тысячный клиент, он был буквально на прошлой неделе, сейчас у нас уже 117 тысяч клиентов. Ряд торговых сетей города Гомеля, предприятия общественного питания, кафе, рестораны, бары используют возможность расчета посредством оплаты в своей деятельности. И это нравится в том числе клиентам, особенно в сегодняшнее сложное время, с учетом пандемии. Это актуально, это ограничивает хождение наличных денег и экономит время. То есть самый важный ресурс для человека – это время. Кали от починок не по правилах. У Гомеле проходят рейды по забороненных для купания местах. Почас спеки городжане накеровываются до водоемов. При этом многие игноруют навод самые элементарные правила безопасности. Проблема номер один – так званые стихийные пляжи. Ни бянтежить горожан, ни отсутность пробиральня, ни пятной воды, ни нормальной бироговой линии. Здесь неизвестно, что на дне. Может быть бутылки побиты, может быть какая-то железяка, может быть порч, можно получить травмы. Офицейное место от починку вызначить легко. Там есть распранальни, на воде буи. Деничают вратовальные станции, а бу посты. Вядется постоянное назирание. Тут же на диких пляжах люди продоставлены сами себе и в выпадку небезпеки им никто не поспеет да помахтши. Можно заходить, будешь думать, что дно пологое, и резко там сделать два-три шага, как часто бывает, вот ребенок заходит или там взрослый, а там ямочка уже метра два или три. И человек резко уходит с головой, неожиданно, начинается паника. Спекотный сезон открыл сумную статистику. У Гомельском районе потанул 15-годовый подлеток. Группа детей отпочивала на березе в озеро, и у ней ки Момант один з них увайшов у ваду. Отплывши от берега большим на 10 метров, он зник, не выратывали. А на березе были заброняльные знаки. Ясчай один несчастный выпадок отбылся у Хойницким районе. 14-годовый хлопчик выросший унырнуть у мясовую сажалку, так само не обсталяванную, стукнулся головой об дно и взломал шейный позвонок. Среди других серьезных порушений, которые допускаются, отпочивающие алкоголь, купание в темный часу, таки покинутые без нагляда дети. А матрам дикого отпочинку, до речи, погрожают штрафы. До трех базовых величин. И частей за все только это способно образумить порушальников. Но на этот раз проверяющие вы решили никого не карать. Это опошнее попереджение. Профилактика – это основной метод работы спасателей и остальных ведомств. Необходимо рассказать людям, что их подстерегает на водоемах, какие опасности их ждут. Тем самым наши граждане будут предупреждены. По часу пякоты все отрады освода переведены на усмотненный вариант несения службы. На водоемах створаются додатковые опосты, а в выпадку необходимости до працы притягнуть резервовый состав выратовальных подразделений. Областное управление Министерства по надзвучайных ситуациях обвестило конкурс до Сусветного дня батьки. Удельникам пропонуют подрихтовать видеоролик протяглостью до одной хвилины. У им потребно показать суместный заняток батьков и детей любыми видами спорта и активного, вольного часа. Працу треба дослать на адрес электронной почты, Центра безопасности и жития деятельности и взаимодействие с громадкостью. Журы будут оценивать синхронность выполнения практикованья, их складанность, видовищность и креативность, а так само оригинальность костюмов. Видео принимаются до 18 червяня. Гомельское областное управление МЧС в рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня» запустило конкурс, приуроченный ко Дню Отца, который состоится 21 июня. Мы надеемся, что участие в подобном конкурсе позволит активно проводить время родителям, прежде всего отцам со своими детьми. Несомное лето проводят выхованцы Мазырского детячо-юнацкого ансамбля «Полеская зорочка». Для их пританцевальной студии организованный лагерь под такой назвой. Головная умова – максимум часу на свежем поветре. Лето, коли фестивали часово-подзаборонные хлопчики и девочки присвятили выучению родного города и робят это в займальном формате. Просквесты, экскурсии и театрализованные постановки. Чтобы детей заинтересовать в нашем городе, в улицах, в местах, чтобы они знали наш город, наши улицы. Потому что вот мы выходим на интернациональную, я спрашиваю дети, а через дорогу какая улица? У прохожих даже детей они говорят «Ульяновская», «Ленинская». Понимаете, наши дети в связи с интернетом, мобильными телефонами, просто уже не знают, какие улицы, какие переулки. Если вы останетесь без интернета, без телефона, как вы сможете найти? Поэтому стоит задача наша главная – показать наш город и рассказать, что интересного, заинтересовать детей. На этот раз головная мета подорожа по городе – Тяснина Монахов, якая, згодна с легендой, размещалась на шляху до сучасной в улицы Даватора. Робят чекала шмат пригод. Сустреча с Бавой Ягой и привидом, змена в образов и пошук скарбов. Во время экскурсии мы узнали, что в этом лесу жили монахи, и там они делали ямы, еще там мы нашли сокровища. И это было все сказочно и неожиданно. Мне больше всего эта экскурсия понравилась. Она была более такая загадочная. Мы даже не знали, что там вылезет монах. Я сам испугался. Баба Яга, она выскочила из кустов. Это было неожиданно и интересно. И привидение. И еще про сундук с сокровищами я удивился очень. Подобные экскурсии полеская зорочка готовая организовать для любых классов и школ города. Достатково связаться с администрацией коллективу. Это и другие новины. Информацию об проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Мошенницы из Житковичей незаконно получали деньги якобы для возмещения затрат на подгузники родственникам-инвалидам. Преступную схему вычислили сотрудники ОБЭП Житковического РОВД. С помощью знакомых продавцов женщины выписывали фиктивные товарные и кассовые чеки. Злоумышленницы предоставляли их Центру соцобслуживания населения и таким образом получали выплаты. Следователи возбудили уголовные дела в отношении двух женщин. Еще одна подозреваемая проходит проверку. В общей сложности жительницы райцентра обманом завладели суммой свыше 4000 рублей. Сейчас правоохранители проверяют продавцов торгового павильона, напричастных к совершению преступления. Их действием будет дана правовая оценка. Настоящий экшен развернулся на дорогах Речицы и района. Инспекторы ГАИ устроили погоню за автомобилем лянча. В иномарке находились 15-летний водитель и несовершеннолетний пассажир. Милиционеры заметили, что молодые люди не пристегнулись ремнями безопасности. Требований остановиться они проигнорировали. Инспекторы начали преследование. Во время погони беглецы серьезно нарушали правила дорожного движения. На трассе Речица Горваль Василевич и сотрудники ГАИ предупредили, что используют табельное оружие. На подростков это никак не повлияло. После предупредительных выстрелов в воздух милиционер прицелился в заднее колесо авто и пробил его. Иномарка остановилась. Выяснилось, что водитель гражданина России приехал погостить к родственникам в Речицу и без спроса взял их машину. 17-летний пассажир также находился в гостях у родных. Проводится проверка. Другое ДТП с участием беспечной молодежи закончилось трагедией. В Октябрьском районе 20-летний водитель-бесправник выехал в Кювет и опрокинул автомобиль. Инцидент произошел ночью в дождливую погоду. Молодой человек не сумел правильно оценить обстановку на дороге. 29-летнего брата водителя, ехавшего на заднем сидении, выбросило через стекло левой задней двери и придавило автомобилем. Пассажир умер в карете скорой помощи. ЧП в аэропорту Гомель. Самолет чешской авиакомпании «Тайм Эйр» совершил аварийную посадку. На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Самолет выполнял рейс «Прага-Гомель-Тивот». Предположительно, в один из его двигателей попала птица, что и стало поводом для экстренной посадки. Пострадавших нет, точная причина инцидента устанавливается. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель с 6 по 11 июля будет принимать Кубок Беларуси по боксу. Это будут первые соревнования для сильнейших боксеров страны после долгой паузы. Проходить поединки будут на ринге областного центра Олимпийского резерва единоборств. Гомельская область планирует выступить на турнире двумя составами. Причина тому – высокая конкуренция на региональном уровне в некоторых весовых категориях. Название первого номера претендует сразу несколько боксеров. До соревновательную практику как можно большему числу перспективных спортсменов в цель тренерского штаба сборной региона. Я думаю, что лидеры наши подойдут на нужных кондициях и без травм. Это и Владислав Смягликов, и Вадим Панков. Также готовятся два брата Алиевых уже в новой для себя категории, более тяжелой категории. Молодые боксеры – это и Паньков, это и, естественно, Дима Бальков, который на молодежном европейском первенстве завоевал медаль. Наши девчонки – это и Виктория Кебикова, и Юлия Панасович, и Яна Бурим тоже приезжает, и Антонина Аксенова. И ряд других боксеров, которые смогли себя зарекомендовать и уже боксировать по взрослой категории. Во время вынужденной соревновательной паузы гомельские боксеры тренировочный процесс не приостанавливали. Единственная эпидемиологическая ситуация внесла коррективы, и спортсмены все больше работали в индивидуальном порядке. Владислав Смягликов в стайках вместе с национальной сборной. Остальные тренируются в местах постоянной дислокации. До конца года крупных международных стартов не предвидится, но Кубок Беларуси будет отнюдь непроходным. Место в сборной страны на следующий календарный год надо завоевывать уже сейчас. Международный олимпийский комитет определился с квалификационными турнирами. То есть это европейский турнир в том же составе. Он останется и будет в марте месяце, февраль-март. И через 45 дней будет мировое передство. Оно будет в Сербии с составом будет как раз определяться через основные старты. Это республиканские и международные турниры. Кубок Беларуси по боксу будет проходить без зрителей с соблюдением всех санитарных норм. Организаторы обещают онлайн-трансляцию боев. Гомель учинил разгром Лидии в восьмом туре чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. На поле стадиона «Центральный» в областном центре «Зелено-белое» отправили в ворота соперника семь мячей. Пропустили два. Хит-триком в этом поединке отметился форвард Гомеля Кирилл Ермакович. На это ему понадобилось полчаса. Футболист вышел на поле на 60-й минуте. Также в рядах хозяев голевые удары на свой счет записали Руслан Юденков, Николай Иванов, Дмитрий Гомзо и Артем Васьков. За лиду забивали Андрей Трюхан и Андрей Лисюк. В турнирной таблице Гомель на седьмом месте. Лидер «Гомельский локомотив» в восьмом туре сыграл в ничью с Оршей 1-1. С таким же счетом завершился поединок между Держинским арсеналом и спутником. Речицкая команда замыкает тройку сильнейших. Светлогорский «Химик» на выезде проиграл Слонему 0-1 и продолжает замыкать таблицу чемпионата. Лидер группы А чемпионата страны по футболу во второй лиге «Миллиоратор» в седьмом туре потерпел первое поражение. Житковчане проиграли на выезде пинской дружине «Стэнлес» 1-2. В группе «Б» Днепр Могилев крупно обыграл гомельский «Бумпром» 5-0 и возглавил таблицу, обойдя Петриковский «Шахтер», который седьмой тур пропускал. Жлобин был сильнее столичного «Энергетика» 2-1 и поднялся на седьмое место. Рогачевский «Днепр» седьмой тур пропускал. Команда на восьмой строке в табеле о рангах. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».